Дайджест недвижимости В заявлении необходимо указать желаемый срок предоставления рассрочки. Он составляет от полугода до года в зависимости от суммы просроченной задолженности. В течение всего срока рассрочки пени на сумму задолженности не начисляются, уточняется в сообщении ОНФ. Дайджест недвижимости Социальные объекты и социальное жилье в регионе могут начать строить из Кировского леса. Эта возможность сейчас обсуждается в региональном правительстве, сообщил в Рио губернатор Игорь Васильев. По его словам, необходима программа строительства типовых деревянных зданий. Подфельдшерско-акушерские пункты, офисы врачей общей практики и служебное жилье для врачей и учителей. Ранее глава региона заявляла о том, что необходимо разработать проекты небольшого дома, небольшого детского сада и других необходимых объектов из местных материалов и загружать работы по сборке таких домокомплектов кировских лесопереработчиков. Таким образом решится не только вопрос строительства объектов, но и вопрос развития бизнеса и создания рабочих мест, уточняется на сайте облправительства. Детский космический центр откроют на месяц раньше, чем планировалось в ноябре этого года. Об этом сообщает Министерство культуры Кировской области. Сейчас в здании идет внутренняя отделка работы, выполненные на 88%, уточнил исполняющий обязанности министра культуры региона Андрей Скальный. Он также сообщил, что в ближайшее время будет куплено оборудование для будущего центра. К примеру, проекторы для интерактивных классов планируют закупить в Японии, а также в странах Европы. Ранее Кировская область получила более 95 миллионов рублей на завершение строительства детского космического центра, напоминает iKirov.ru. На этом все. В студии работала Анна Лапшина. Дайджест недвижимости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова